Осталось 20 секунд. На фейсбук идет 5 секунд задержка. То, что вы говорите сейчас, там на 5 секунд позже. 10 секунд осталось, готовьтесь. Когда вы говорите все? Все. Спасибо, Наталья. Я очень рад вас видеть всем. Я хотел бы сказать несколько слов до того, как мы начнем сегодня. Для меня учителя очень важные люди в обществе, конечно. Они учат следующие поколения и строят лучшее будущее для всех нас. Они преподают важные предметы, например, читание, математику и так далее. Но в дополнение к этому помогают научить наших детей относиться друг к другу с уважением и добротой. Сейчас тоже на личном уровне учителя также очень важны для меня. Оба моих родителя были учителями. На самом деле они встретились и познакомились на детской площадке. Я, конечно, пошел по их стопам, а также работал учителем английского языка в корпусе мира в Мусамбике, на Африке два года и один год учителем в США до поступления на дипломатическую службу. Честно говоря, моя короткая карьера стала для меня прекрасным опытом, и я буду всегда помнить его. Важно отметить, что обучение может быть очень трудным, особенно когда у учителя есть ограничения ресурсов и много учеников. Когда я был волонтером в корпусе мира, например, в моем классе одновременно было около 50 учеников. Единственный способ учить на этих условиях – это творчество. Вот почему США поддерживают программу TEA – Teaching and Excellence. Мы хотим поддерживать талантливых учителей, как зенок, и дать им возможность поделиться своими творческими методами обучения с коллегами в США и изучить новые методы в американских университетах. Я очень рад услышать об опыте Зенеб Сулейман-Куловой в этой программе, и хочу поблагодарить ее и мою замечательную коллегу Наталью Жманалеву за сегодняшнее полезное обсуждение. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо, Нолан, за такие вдохновляющие слова для наших учителей. Это действительно здорово. Спасибо. Но прежде чем передать слово Зенеб, я хотела бы коротко проинформировать вас о программах Фолбрайти. Обе программы Фолбрайти спонсируются в Бюро образовательных и культурных программ Государственного департамента США. И цель программы – это повышение педагогического мастерства учителей средних школ. Обычная традиционная программа Фолбрайти предназначена для учителей, которые преподают английский язык, математику, предметы естественно-научного цикла, социальные науки и учителей, которые работают в области инклюзивного образования. Что касается программы Фолбрайти, посвященной медиаграмотности, здесь могут участвовать штатные учителя средних школ, которые преподают английский, кыргызский язык и литературу, русский язык и литературу, социальные науки, историю, вопросы медиа и информации, журналистику, право и предметы естественно-научного цикла. Учителя, которые подают на эту программу, должны продемонстрировать интерес к включению в свой предмет элементов и навыков медиаграмотности и также критического мышления. Более подробную информацию вы можете, конечно, получить у нас на сайте. И я думаю, что сейчас Зейнеп поделится своим опытом и своими знаниями об этой программе. Зейнеп, передаю слово вам. Здравствуйте всем. Я очень рада быть сегодня здесь вместе с вами. И для меня, вы знаете, это большая честь поделиться моим личным опытом в стажировке Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program Spring 2020. И, вы знаете, я хотела бы сейчас продемонстрировать свой экран, свою презентацию. Так. И начать свою презентацию вот с этого письма. Поздравляем. Вы выбраны для участия программы Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program. Так начиналось электронное письмо, которое буквально перевернуло все с ног, с головы и разделило мою жизнь до и после. Свою презентацию мне хотелось бы разделить на несколько частей. Я хочу поговорить об учебе, также стажировка в американской школе, культурные мероприятия во время пребывания в США, свободное времяпрепровождение. Ну и моя жизнь после Fulbright Teaching. Программа совершенствования педагогического мастерства Fulbright Teaching спонсирует бюро образовательных и культурных программ Государственного департамента США. Эта программа нацелена на построение долгосрочных взаимоотношений, которые способствуют сотрудничеству и взаимопониманию между педагогами, учениками школ из разных стран. Она также нацелена на профессиональное развитие и обогащение новым и передовым опытом обучения, новым методикам, учебным технологиям преподавания. Вы знаете, мне очень посчастливилось распределение в городе Фейтфилл Spring International Language Center в университете Арканзас. Потому что Джеймс Уильям Фулбрайт родился и жил в Арканзасе, учился в университете в Фейтфилле, даже занимал какое-то время постпрезидента университета. А затем долгие годы он представлял интересы штата в Конгрессе США. Перед входом в здание в университет доктору Фулбрайту установлен памятник. Нас было 27 учителей английского языка из 25 стран. В первый же день нас познакомили с программой обучения, зачислили нас в университет, вручили нам наши студенческие билеты. Во время учебы мы принимали участие в академических семинарах и лекциях. Повышенных новым методикам преподавания, обучения, ориентированных на учащихся, планированию уроков, а также обучение технологиям преподавания. Три раза в неделю у нас проходил урок компьютерной технологии, где нас обучили таким программам, как PBWorks, Digital Tools for Flipping Classroom, Screen Captify, VoiceRed, Flickers, Padlet и многое другое. Во время пандемии всему, чему я научилась, я внедрила свои уроки. И это способствовало проведению интересных интерактивных онлайн уроков. Один из самых ярких событий в двух недель стала стажировка в американских школах. Извините, пожалуйста, хотела бы уточнить. Мокли бы вы более конкретно остановиться на технологиях, которые вы изучили во время программы и после программы используете ваши занятия в вашей школе? Да, потому что когда я приехала, у нас как раз началась пандемия. И мы, как учителя, наши учителя в Кыргызстане были совсем не готовы. Но мне посчастливилось, я была готова. Я действительно поделилась этими своими навыками. Я употребляла такую технологию, как Screen Captify и VoiceRed. То есть это такая хорошая программа. Презентацию ты готовишь и дублируешь свой голос и делишься детьми. Также я научилась, как загружать эту презентацию в YouTube-чанел. И, соответственно, дети, кликая только на ссылку, они попадали на мой урок. И это был своего рода flipped classroom. Также я употребляла такую технологию. Ну, я не скажу, что технологию, но я научилась писать блоги. И я научила своих детей точно так же писать блоги. Чтобы дети креативно мыслили, критически могли выразить себя. Потому что это основная цель не зазубривания какой-то информации, а что мы должны научить детей таким образом. То есть дети пишут блоги на английском языке в вашей школе? Да, у нас дети пишут. Каждый ребенок создает свой блог. Я как пастор имею право комментировать. После каждого юнита я сдаю какую-то определенную тему. Дети выражают свою, соответственно, не просто я тему даю, мы целый юнит работаем над этой темой. Доздаются конкретные вопросы, и дети приходят к какому-то выводу. И они делятся этой информацией. Внизу я комментирую. Даже я сделала такое в виде брошюры, книги, чтобы потом в последующем делиться со своими учителями. Спасибо, очень интересно. Одним из ярких событий, прошедших двух недель, стала стажировка в школе. Я проходила практику в Лейкса Junior High School, где учатся ученики 8 и 9 класса. Мы были закреплены за американскими преподавателями для того, чтобы глубже понять систему образования, проникнуться и получить какой-то новый опыт. Вы знаете, что то, что мне бросилось в глаза, это то, что каждая школа оказывается, для меня вообще это было необычно, иметь свою символику. На сегодняшний день мне кажется, что школьная символика очень важна, потому что символы объединяют людей, объединяют общими целями, то есть делают какое-то комьюнити. То есть эту символику можно увидеть везде, в школе, на футболках, учениках, в коридорах, кабинетах. И они показывают, что они принадлежат какому-то школьному коллективу. И вот эта мне идея очень понравилась, и мне тоже хотелось бы, чтобы в наших школах мы тоже как-то это внедрили. Сейчас первые шаги мы делаем в нашей школе. Зинеб, а что удивило вас больше всего во время стажировки в американской школе? Во время американской школы меня удивило то, что, вы знаете, есть дети with special needs. И то, что в школах это есть, я была очень удивлена, потому что мы знаем, да, special needs, дети, они требуют какого-то определенного ухода, и у нас в нашей стране, они у нас отделены от нашего общества. А в американской школе, они наоборот находятся в обществе, и их внедряют, и они как обычные люди. И дети к ним относятся как обычным. Обычным людям не выполняют ту же самую функцию. То есть им дают возможность в этой жизни себя осуществить. Вот это меня прям честно сшокировало. Моим хост-питчером был Джастин Харт, учитель литературы и английского языка. На протяжении всей нашей практики наши хост-учителя поддерживали, помогали нам. Вначале провели замечательную экскурсию, чтобы мы чувствовали себя как дома, прям все-все-все нам показали. Старались создать какую-то такую доброжелательную атмосферу, интересовались нашими успехами, нашими впечатлениями. В школе детей приучают самостоятельности. У учеников нет книг, у них есть, они пользуются хромбуками. Задания приходят через Google Classroom. Также они в этих группах, прям на уроках, в группах делятся, в парах работают. И это тоже мне помогло, когда я вернулась. То есть мне тоже создали Google Classroom и начали тоже работать. Есть большая библиотека, школьный оркестр, хор, чир-дэнсинг-клаб, робототехника. Еще знаете, что есть? Такое интересное, они называют это ИСТ-классы. То есть здесь дети, они разрабатывают свои проекты с помощью 3D-принтера, лазеров. У каждого учителя есть свой кабинет. Они оформляют его по своему вкусу. И у каждого учителя есть свой уголок, такой личный уголок, где они делятся своей семьей. То есть кто они, какая у них семья. То есть они свое личное пространство в этом уголке показывают. Таким образом, они ближе имеют связь с детьми. Во многом поменялись мои представления о США, о школе и о школьниках США. Очень много-много наглядностей, призывы, напоминания, мотивации, вот эти плакаты, постеры, везде прям вот идешь и прям так чувствуешь себя каким-то вот мотиватором. Я провела тоже урок свой культурный. Рассказала о своей стране. Детям было очень интересно. Даже я спела на кыргызском языке. Потому что они попросили, сказали, а вы можете нам что-то на кыргызском сказать? Так что я рассказала про Халпав. И мой, вот этот ястик «Харп», когда он услышал вот эту историю, что это означает, он прям, вот пока я не ушла, он в этом Халпаке ходил. И как раз у нас даже был, знаете, в тот период, такой, я не помню, флешмоб, что ли, моб был, Халпак. В каком штате есть Халпак? И я говорю, о, говорю, что-то такое было. Я говорю, о, теперь в Арканзасе, в городе Фейтвилл, у вас есть тоже Халпак, говорю. Вы можете тоже там кликнуть, сказать, что у вас есть Халпак. Он такой радостный. Так. Денепа, какую песню вы спели на кыргызском? Я спела песню, и не кем. Я спела песню про маму. Как мило. Я очень, я очень люблю этот маленький, этот маленький юрт. Да, и, кстати, вот эту юрту сделали мои дети. Сделала Наташа и Юля восьмого класса. Прям там и бейщики есть. Прям они так все кропотливо все делали. Я прям все-все рассказывала. Какие молодцы ребята. Да, дети вот мне помогли действительно. Так. Культурная программа была очень тоже насыщенная. Каждый день в шесть вечера мы посещали разные мероприятия. Ходили на концерты, смотрели и болели за нашу команду по баскетболу, боулинг, театр, кино. Был проведен фестиваль, где все участники представляли свою страну, делились своими традициями и своей культурой. У нас были поездки. Вы знаете, поездка в Мэнфис, Литл Рок, был очень впечатляющим. Мы посетили Национальный музей гражданских прав. Комплекс музеев и исторических зданий вокруг бывшего мотеля Лоррейн, где когда-то после выступления был убит Мартин Лютер Кинг 4 апреля 1968 года. Это тоже на меня очень, меня очень впечатлило, потому что Black Friday мы тоже проводим, Black Month. И я тоже этим рассказываю. И когда ты просто рассказываешь от прочитанных книг, энциклопедий, а когда ты там сама, сама там существуешь и это все прочувствуешь, это совсем другое. Также мы узнали о девятке из Литл Рок. В 1957 году в штате Арканзас 9 чернокожих подростков впервые были зачислены в школу для белых, что повлекло многочисленные протесты и вооруженные столкновения. Наш учитель, мы на уроке литературы проходили именно вот про Литл Рок. Учитель нам подарил книжку, у нас был специальный такой, провели с нами такую методику, очень интересную, Literature Circle. И вот с этими книжками мы приехали сюда и воочию это все увидели и прочувствовали. Так. Sorry. Sorry. Также наша поездка в Оклахому у нас была, где мы посетили Национальный музей индейцев в Чироке. Узнали историю и много интересного. Познакомились с настоящими индейцами. Вот. Видите, я даже попробовала выстрелить и попала. Те люди, которые нам встретились очень отзывчивые и доброжелательные. Особенно запомнилась моя американская семья. Вот вы не догадались, какая моя американская семья. Вот мой хост-папа ему 27, а моя хост-мама Брина ей 25. Они сделали все возможное, тепло так встретили. Я была очень удивлена. Я думала, ой, про Кыргызстан никто не знает, Бешкек, ну что там такое. А вы знаете, оказывается, они у нас были два года тому назад. И когда они узнали, что я вот еду из Кыргызстана, они сразу оказывается меня забронировали. Говорят, о, из Кыргызстана мы ее возьмем, говорят. И забронировали меня. Когда я вошла в их дом, я была удивлена, потому что сразу при коридоре они мне дали тапочки, наши ки-стапочки, пьялки, чай мне налились пьялок с кыргызскими орнаментами, халпах, бозью, вот прям вот такой, прям атмосфера такая интересная. Каждая семья придумывала свое развлечение. Моя семья, мы поехали в зоопарк, также мы посетили семью Дястина, друзей Бриины. Мы очень сильно подружились. Я им сказала, вы знаете, мои дорогие, вы уже в Кыргызстане были, теперь обязательно приедете к нам. Все, у вас есть хост мама и хост Фады. Конечно, я вам не обещаю 25-27, но 40-летних есть, говорю. Так что они к нам приедут, я их жду. После окончания программы в штате Арканзас все выпускники Фулбрайта собираются, съезжаются в Вашингтон на конференцию, где в ходе участия в тренингах, мастер-классах, презентациях и выступлениях делятся друг с другом опытом и знаниями, полученными за этот период обучения в США. И вы знаете, сейчас я вот уже как бы подхожу к концу и такой вопрос, а что сейчас происходит с моей, мы так называем себя, фулбрайд-семьей? Те 25 участников, мы говорим, и мы все друг другу говорим, вы знаете, теперь я могу поехать в 27 участников, в 25 разные страны, 24, не меня, 24 разные страны, потому что я есть, я имею свою семью везде, в Перу, в Чили, в Монголии, везде, и вот каждый месяц вот мы не можем, мы встречаемся, вот мы встречаемся, вот наш учитель встречается, мы делимся, делаем какие-то проекты, с пандемией, как вы выходите из этой ситуации, на WhatsApp общаемся, и я хочу такие слова сказать, что вы можете путешествовать, путешествовать, да, путешествовать это хорошо, когда ты, но много ли ты увидишь, если ты путешествуешь в эту страну, глядя с туристического автобуса, либо автомобиля, а когда у тебя учеба, стажировка за границей, то это совсем другая картина, и вы знаете, я так благодарна посольству США, что вы мне дали такую возможность, и вы меня полностью поменяли, я вообще стала совсем другим человеком, честно, спасибо вам огромное, что вы мне дали такой шанс. Спасибо большое, Зинаев, за такую информативную, интересную презентацию, но вот вы упомянули несколько раз, что ваша жизнь поменялась, то есть жизнь до программы и после, не могли бы вы все-таки остановиться на этом, в каком плане изменилась ваша жизнь, и как программа помогла этим изменениям. Эта программа, во-первых, мне помогла тем, что я была приглашена, и мне приглашена на позицию возглавить ассоциацию учителей, молодых учителей английского языка. Это во-первых. Во-вторых, благодаря этой программе я научилась тому, что никогда не поздно учиться, и всегда надо учиться, и вы знаете, я была такая закрытая, я боялась общества. Ну как, люди же как-то на Фейсбуке открытые же, а я боялась. Меня этому научили, и я делюсь, делюсь, говорю, давайте это делать, давайте так сделаем. Также проекты у меня разные есть. Допустим, на данный момент мы делаем проект с пятью странами. Это называется Traveling Book. В этом проекте участвуют пять стран. Это Монголия, Алжир, Малайзия, Чили и Кыргызстан. Чехия еще есть. Мы отправляем свой Traveling Book. Дети у меня составляют разные проекты, там заполняют, рассказывают про свою страну, задают вопросы. Моя тетрадка всегда уходит в Монголию. Монголия всегда отправляет свою тетрадку в Чехию. В Чехию отправляют Алжир, Алжир в Чили. Моя тетрадка из Кыргызстана уже в Чили. Скоро я ее получу. Таким образом, вот, разные проекты и разные идеи открываются. То есть, если я, у меня что-то было закрыто, то вот эта программа мне помогла раскрыться. То есть, она мне помогла разные пути найти. А еще то, что меня удивило в США. Я думала, что я очень коммуникативный такой человек, что я могу полагать с любым человеком и вообще мы одинаковые. Вы знаете, мы настолько разные, мы настолько разные. И вот это слово разные, я не понимала. А когда я попала в США, я понимала, что такое разные. и наш учитель, доктор Лемия, она говорила очень хорошие вещи. It's not good, it's not bad, it's just different. И вы знаете, вот это, ее вот это слово, вот эти выражения, они действительно вот нам помогали в первые дни нашей поездки в США. Спасибо большое, Зинеп. Я думаю, это хорошая мотивация для тех, кто думает подать или не подать на эту программу. За такой короткий срок вы получили такой громадный опыт, и я думаю, что это, может быть, наша первая сессия, посвященная программе Full Brighty, но не последняя. И вот тот опыт, который вы получили, о котором вы упомянули в вашей презентации, я думаю, что можно будет продолжить и рассказать более подробно преподавателям английского языка и тем, которые интересуются культурой Америки. Будет очень-очень интересно послушать и задать вам вопросы. Спасибо огромное вам. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы получили также вопросы, на которые мы хотели бы ответить по программе Full Brighty. Я думаю, что Зинеп мне поможет. Хорошо, Зинеп? Если у вас есть какие-то дополнения, пожалуйста, добавляйте. Первый вопрос. Где можно заполнить анкету или заявку? Заявку или анкету можно найти на сайте посольства Соединенных Штатов Америки и ссылка на посольство будет опубликована в комментариях. Что касается заявки, мы в этом году Госдепартамент разрешил нам две формы заявки. Первая это онлайн заполнение заявок и вторая форма это paper заявка application. то есть преподаватели имеют право заполнить или онлайн или прислать нам бумажную заявку. То есть разрешаются обе опции. Сроки подачи заявок у нас 15 марта до 5 часов вечера. Так что еще есть время. Следующий вопрос. Есть ли Full Bright программа для экономистов? Как вы знаете несколько Full Bright программ, которые предоставляют возможность не только учителям средней школы, но и преподавателям университетов участвовать в этой программе. Программа Full Bright для экономистов скорее всего относится к преподавателям, которые преподают экономику в университетах. Но это совершенно другая программа. Сейчас мы говорим только о программе для преподавателей средних школ. Средних школ это означает средняя школа и старшая школа наших школ. Это может быть государственная школа, это может быть частная школа. Следующий вопрос. Могут ли преподаватели колледжей подать заявки? Я обучаю студентов, которым 15-18 лет. Ну, я, наверное, отвечу на первую часть вопроса, а Зейнеп мне поможет ответить на вторую часть вопроса. Хорошо? Если вы являетесь преподавателем колледжа и преподаете английский язык для, получается, старшеклассников, то есть общеобразовательные предметы, общеобразовательная часть, да, вы имеете право подать на эту программу. Зейнеп пожалуйста, на вторую часть. Я обучаю студентов, которым 15-18 лет. Если они учатся в школе, естественно, можно, потому что это 15-18 лет. Мои дети были 15-17 лет. Я подала. У меня гимназия. Могут участвовать? Спасибо. Следующий вопрос. Я работаю учителем в Кемине. Могу ли я подать заявку и требуется ли стаж работы? Зейнеп, наверное, вы ответите на этот вопрос. Стаж работы требуется 5 лет должен быть стаж работы. Опять же, школа, разницы нет, где вы работаете. Я имею в виду, в какой части света? Кемин, Бишкек. Самое главное, чтобы вы были гражданином Кыргызстана. Да, это одно из требований, чтобы вы были гражданином Кыргызстана. Это очень важно. А так не важно, в Кемине, Кербине, Аксу или в Тюпе любой преподаватель английского языка и перечисленных предметов имеет право подавать на эту программу. Здравствуйте. Какие документы требуются? Что касается документов, я бы вам порекомендовала пройти на сайт посольства и ознакомиться с требованиями и с документами. Самый главный документ, это, конечно, ваша заявка. Заявка, которая должна быть заполнена полностью. Заявка состоит из нескольких документов, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и отправляйте эти документы вовремя и одновременно. Что касается дополнительных документов, вы должны иметь степень как минимум бакалавра, если вы преподаете какой-то из этих предметов в средней школе и прикрепить копию вашего паспорта и будет достаточно. Следующий вопрос. Это ежегодная программа и можно ли в следующем году принять участие? Да, это ежегодная программа и если вы сейчас не готовы подать, конечно, вы можете выслушать, посмотреть, поговорить с нашими выпускниками, задать вопросы выпускникам, получить, наверное, более детальную информацию, подготовиться основательно и подать на эту программу на следующий год. Обычно посольство публикует информацию и объявление об этой программе на сайте в январе-феврале ежегодно и еще дополнительно мы публикуем объявление об этой программе в местной образовательной газете Кутбили. Так что у вас есть возможность воспользоваться этими ресурсами и получить информацию о программе. В этом году впервые мы объявляем конкурс на две программы в Фулбрайте. Первая программа это традиционная программа и вторая программа посвященная медиапросвещенности. Есть ли ограничения по возрасту? Фулбрайте программа одна из немногих программ где нет ограничения по возрасту. То есть в любом возрасте имея хороший опыт имея желание мотивацию и если вы продемонстрируете свои лидерские качества вы имеете право подать на эту программу и успешно пройти и стать финалистом как денег в чем отличие между программой фулбрайте и фулбрайт по медиаграмотности я в начале нашей сессии я коротко сказала и рассказала о разнице этих программ большой разницы нет что касается традиционной я наверное повторюсь традиционная программа принимает участие преподавателя английского языка также естественно научного цикла математики что касается медиаграмотности здесь вы должны продемонстрировать ваш интерес включить навыки медиаграмотности и критического мышления именно в ваши предметы вы можете не преподавать медиаграмотность в средней школе потому что как такового предмета нет но если вы заинтересованы в том чтобы включить эти элементы и включить эти навыки тогда пожалуйста выбирайте вторую программу иногда задают вопросы можно ли подать на две программы мы рекомендуем все-таки выбрать одну программу и подать на ту программу которая вам ближе и в которой вы можете получить достаточно знаний навыков чтобы потом применять уже в вашем селе в вашем городе и в вашей школе какой требуется стаж работы Зина я вам передаю хорошо чтобы вы отметили на этот вопрос стаж работы как уже было выше сказано от пяти лет пять лет стаж работы в школе в качестве педагога педагогический опыт должен я хочу еще только уточнить что вы должны быть преподавателем средней школы и иметь полную нагрузку то есть если у вас например 25% ставки вы не имеете права подавать на эту программу только если вы являетесь штатным сотрудником школы штатным преподавателем и имеете полную нагрузку в школе в средних старших классах вы имеете право подавать на программу следующий вопрос я преподаватель в университете как мне подать заявку преподаватели университетов имеют очень много возможностей подать на другие программы в том числе программа магистрская с присвоением степени магистра программа Humphrey я думаю что вам было бы лучше я бы посоветовала вам зайти на наш сайт посольства Соединенных Штатов Америки получить очень много информации детальной информации по программам которые предназначены для преподавателей университета что касается программы Fulbright Teaching Excellence and Achievement программ эта программа только для преподавателей и учителей средних школ интересный вопрос учителя творческой профессии подходит под эту программу я бы конечно задала вопрос что вы имеете ввиду под творческой профессией если творческая профессия именно в школе может быть это музыкант или учитель рисования то к сожалению нет но вы можете задать вопрос более подробный в наших комментариях и мы постараемся обязательно вам ответить на этот вопрос но есть другие программы для музыкантов и так далее насколько я знаю есть разные программы как например One Beat и так далее которые люди могут участвовать в них да я согласна с Ноланом очень много программ которые обязательно вам подойдет обязательно поэтому добро пожаловать на наш сайт посольства посмотрите внимательно задайте вопросы мы стараемся сразу отвечать на ваши вопросы так и заключительный вопрос это программа для учителей преподающих иностранный язык я бы наверное сказала не иностранный язык а все-таки английский язык если касается языков то это значит преподаватели английского языка преподаватели кыргызского языка это новшество это впервые в этом году что преподаватели кыргызского языка и литературы преподаватели русского языка и литературы имеют право подавать на эту программу я ранее перечислила уже дисциплины предметы которые преподают учителя в средних школах это и математика это естественно научные циклы поэтому здесь очень много то есть практически все учителя средней школы могут подавать на эту программу. Но есть определенные требования. И одно из требований, я все-таки хотела бы озвучить, это хорошее знание английского языка. Мы не требуем в самом начале программы подавать именно результаты IBT TOEFL теста. Почему? Потому что это только второй этап. Только полуфиналисты приглашаются для сдачи IBT TOEFL теста. Только полуфиналисты. А если вы не являетесь, а так обычно, если вы хотите подать, вы можете подать, кто-то хочет проверить свои знания в английском языке, кто-то хочет получить опыт заполнения анкет. Пожалуйста. Я могу объяснить что-то, почему мы требуем английский язык. Честно говоря, мы хотим создать связи между нашими странами. И если кто-то было бы участвовать в этой программе без английского языка, мы будем потерять эту возможность. Например, как Зейна рассказала нас о ее истории с семьей, это невозможно без английского языка. поэтому мы хотим люди, которые могут участвовать в хорошем уровне языка в этой программе. Спасибо. Спасибо, Нолан. И я хотела бы еще задать вопрос Зинеп. Зинеп, дело в том, что это конкурс и обычно мы получаем очень много заявок на эту программу. Кто-то подает с первого раза и проходит с первого раза, кто-то со второго. Что касается вас, с первого ли раза вы прошли и стали финалистом этой программы? Я вам скажу, что я прошла только с четвертого раза. потому что я не не можешь не можешь быть как окон закрыт. Если ты закрыт как окон, как ты будешь потом распространять свои полученные знания? Одно из требований этой программы, когда ты приезжаешь, тебе в багаж положили очень много знаний, и соответственно этот багаж ты не можешь засунуть куда-то на чердак. Ты должна этим делиться. А чтобы этим делиться, когда ты заполняешь аппликационную форму, эссе надо это показать. И в течение этих четырех лет я к этому потом в конце концов пришла, научилась, как это делается, потому что есть очень много полезного. Я могу лайфхаками поделиться, Наталья Дмитриевна? Да, очень быстро, хорошо. Можно? Быстренько, да. Лайфхаки можно? Обязательно, это уже нужно. Потому что, если бы мне сказали, может быть я во втором году уже прошла бы. Вот я просто не сообразила, видите? А я сейчас вам скажу, вот лайфхаки, слушайте, уважаемые учителя. Так, сейчас он у меня загружается. Так, видно, да, мой экран? Да, 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 конечно. Так, все. Вот смотрите, это такие очень полезные сайты, которые нас учат многому, благодаря вот посольству Америки. Есть такой сайт на Фейсбуке, American English for Educators. Очень такой полезный сайт. Каждую среду проходят вебинары. Вы, вот видите, American English File, прям даже написано, на вебинарах участвуйте, в комментариях участвуйте, встречайте своих like-minded people там прямо в комментариях. По окончанию вебинара вам задают три вопроса, то есть вам ссылку скидывают, вы отвечаете на три вопроса и получаете свой badge. Также на этом сайте можно найти такую информацию как Massive Open Online Courses. Вы знаете, я так благодарна, что есть такой курс, потому что я благодаря этому курсу я прошла вот такие вот онлайн-курсы вот программа, она несложная, потому что это self-paced. То есть у вас время есть, вы выполняете. Платформа это Canvas. Вся информация дается, инструкция дается, то есть вы саморазвиваетесь. И это вам открывает какие-то возможности, то есть у вас открывается какое-то другое мировоззрение, и вы начинаете по-другому мыслить и по-другому уже писать свое сочинение. Я же говорила, что вы получаете badge. Вот смотрите, у меня уже 33 badge, то есть я участвую на вебинарах. Вот мои сертификаты, они, вы можете их загрузить, у них есть свой штрих-код, то есть это не подделка, то есть через штрих-код могут дойти и сказать, там прямая фамилия написана. То есть это очень такой в виде электронного портфолио ваших достижений, я считаю. Еще один сайт, который очень полезный, это American English Website. Я вообще благодарна разработчикам, потому что, вы знаете, здесь все бесплатно. Ты можешь скачать и видео, и аудио. Здесь есть такие ресурсы, как вот я вам сейчас покажу, смотрите. Вот у нас есть 4 skills, listening, reading, writing, speaking. Вы можете все найти здесь, culture music. Вебинары вы можете посмотреть, курсы можете здесь найти, то есть здесь можно скачать. И даже вот книжки такие интересные, поэтому вот вам лайфхак. Пожалуйста, участвуйте в MOOC-ах, заканчивайте курсы, участвуйте вот на этом веб-сайт, зарегистрируйтесь на этом Facebook, там постоянно идет такая различная реклама, они куда-то нас направляют, что-то скидывают, вот эти TESOL conventions и так далее. Вот мой вам лайфхак. Спасибо. Спасибо большое, это действительно очень-очень полезно. Я просто хочу добавить... Это очень хорошо, честно говоря, было бы лучше, если бы сайт так, который помогает дипломатам быть лучшим дипломатом. Хорошая идея, да. Может быть в будущем и будет такой сайт, конечно. Да, я буду строить. Идея, новая идея для проекта. Зиня, спасибо, да, это действительно хорошие, уникальные сайты, которые, самое главное, это они бесплатные. То есть любой преподаватель, имея небольшой доступ к интернету, а я думаю, что сейчас у нас уже есть практически везде интернет, имеет возможность для профессионального роста. И дополнительно, конечно, это помощь вашим ребятам, то есть это помощь студентам. Если вы хотите видеть студентов знающими и говорящими на английском языке, я знаю, что у нас дети очень мотивированные, я думаю, что эти сайты помогут как вам, так и студентам. Потому что помимо teach'а с кона на American English есть еще students' кона. Ваши студенты могут получить очень много информации, в том числе даже американские песни. Спасибо, спасибо. Я думаю, что мы можем продолжить это в следующей сессии и рассказать более подробно, наверное, об American English, потому что там очень-очень много информации, которая будет полезна как учителям, так и студентам нашим. На этом мы заканчиваем нашу сессию. И спасибо большое нашим гостям. Нулэн, спасибо вам за такие слова, за напутствие нашим учителям. Это очень-очень важно. Зинеп, за вашу презентацию информативную. Я думаю, что наши преподаватели получили очень много типов, чтобы подать на эту программу и быть успешными в этой программе. Не только из Бишкека, но и из регионов тоже. Спасибо всем большое. И до новых встреч. Оставляйте ваши комментарии, ваши вопросы у нас в посольстве, на посольском сайте. До свидания. До свидания. Спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо.